Здравствуйте! Тема нашего урока – тип организации клеток, прокариотические и эукариотические, а также строение функций ядра. К этому нужно добавить хромосомы, особенности строения и химического асостапа и кариотип человека. Итак, Карл Краус сказал, если уж верить в то, чего увидеть нельзя, то по мне лучше верить в чудеса, чем в бактерии. Но почему же увидеть нельзя? С помощью электронного микроскопа впервые удалось рассмотреть различные структуры в прокариотических клетках – бактериях. Типичная бактерия в 10 раз мельче типичной эукариотической клетки. Кроме того, устроена проще – у нее нет оформленного ядра. Прокариотический – значит доядерный, продо. Вместо этого у бактерий принято различать нуклеоид – зону, где размещена свернутая в кольцо двухцепочечная молекула ДНК, одна, без пары, содержащая только экзоны. При этом данная область никак не ограничена мембраной. Мы это видим на рисунке. Итак, бактериальная ДНК управляет клеткой с помощью присутствующих тут же молекул РНК и расположенных в цитоплазме рибосом. Кроме этого, приятный бонус – это плазмида – маленькая кольцевая самостоятельная молекула ДНК. Настолько самостоятельная, что может перемещаться от одной бактерии к другой, встраиваться в главную ДНК и переносить гены, например, устойчивости к антибиотикам или гены, кодирующие флуоресцентный белок. Плазмиды есть у митохондрии пластид. Ну, тут все понятно, они сами когда-то были бактериями. Как и любая клетка, бактерия окружена плазматической мембраной, которая образует складки. Это упрощенные кристы митохондрии и телокоиды хлоропластов. Эти складки – мезосомы. Снаружи от мембраны находится клеточная стенка. В ее составе полисахарид муреин. Плюс некоторые бактерии имеют слизистую капсулу. Бактерии имеют еще жгутики, и здесь все понятно, они для перемещения. А вот пилия нужны для абордажа, то есть прикрепления к другим клеткам. Итак, теперь рассмотрим строение ядра эукариотических клеток. Итак, мы видим на рисунке, что ядро – это хранилище наследственной информации, то есть менеджер клетки. Но, к сожалению, нельзя объять необъятное. И если объем цитоплазмы гораздо больше, чем может обслужить ядро, тогда появляются многоядерные клетки. Допустим, поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из миофибрил, имеющих много ядер. Это мы тоже видим на рисунке. А одноклеточные организмы, инфузории, имеют два ядра – генеративные и вегетативные. У некоторых амеб 4 или 8 ядер. А у подсолнечника есть виды со 100 ядрами. Итак, также встречаются клетки, не имеющие ядра. С чем это связано? Дело в том, что зрелые эритроциты, способные к переносу кислорода и углекислого газа, не имеют ядер. Зато может поместиться туда, в эту клетку, много гемоглобина, который осуществляет транспорт кислорода. Вы помните, эритроциты живут приблизительно 120 дней. А вначале, когда они образуются в клетках краснокостного мозга, у них есть ядро, они называются ритробласты. Также в клетках сетовидных трубок тоже нет ядер. Такие клетки, у которых нет ядер, живут недолго и не могут делиться. А вот сетовидные клетки имеют клетки-спутницы, помогающие им. Роль ядра была выяснена с помощью опытов на одноклеточной зеленой водоросли ацетобулярии. Мы видим на рисунке ацетобулярия. Итак, ядерный аппарат эукариот намного сложнее, чем нуклеоид бактерий. Ядро отделено от цитоплазмы двумя мембранными оболочками. Ядерная мембрана имеет поры для общения с цитоплазмой. В ядре находится кариоплазма и белковый скелет матрикс. Кариоплазма – это внутренняя среда ядра, содержит ядрышки, самые плотные структуры, обычно имеющие округлую форму. В ядре может содержаться несколько ядрышек, а это значит, что клетка активно синтезирует белки. Почему? Да потому что ядрышка – это не только отдельная от хроматина структура, она его производная. Она – ядрышка. Формируется в связи с определенными участками хромосом, так называемыми ядрышковыми организаторами. Вот каждый такой организатор содержит несколько сотен копий генов рибосомной РНК. Поэтому на этих генах активно происходит синтез предшественников рибосомных РНК. Последние тут же в ядре подвергаются созреваний и связываясь с рибосомальными белками, образуют субъединицы рибосом. Вот они-то выходят из ядра в цитоплазму. Итак, кориоплазма имеет компоненты, из которых состоят нуклеиновые кислоты. Молекула ДНК, заряженная отрицательная кислота, образует комплекс с белками, гистонами. Они заряжены положительно. Этот комплекс имеет вид бусин, нуклеосом, а все вместе носит название хроматина. Вот эту структуру мы видим также на рисунке. Участки хроматина неоднородны. Уплотненные это гетерохроматин, а раскрученные эохроматин. Именно с этих участков и считывается информация. Пока клетка не делится, хроматин в ядре расположен рыхло, а перед делением ДНК очень плотно скручивается, спирализуется, при этом образуется хромосома. Итоговое сокращение длины составляет примерно 10 тысяч раз. Итак, гены это те участки ДНК, которые несут закодированную информацию о строении определенного белка или РНК. Гены определяют наследственные свойства клеток организма. Генотип это набор генов, совокупность наследственных признаков, полученных от родителей. А вот кариотип это совокупность качественных, это форма и количественных размер и количества признаков хромосомного набора. В клетках тела двуполых животных и растений каждая хромосома имеет пару. Одну хромосому мы получаем от матери, а вторую от отца. Такие хромосомы называются гомологичными. Они содержат материнские и отцовские варианты одних и тех же генов. Человек весь диплоидом, то есть его все клетки диплоидные, обозначаем 2Н, за исключением его половых клеток. Это яйцеклетки и сперматозоиды. Половые клетки имеют только одну из гомологичных хромосом. Следовательно, у них гоплоидный набор, обозначаем буквой Н. Итак, геном это совокупность генов гоплоидного набора хромосом организма. Геном это генов дом. Единственный вид людей, проживающих на планете, Homo sapiens имеет вот такой кариотип, внимание на рисунок. И это, кстати, кариотип мужчины, который состоит из 22 пар соматических аутосомных хромосом и пары половых хромосом Х и У. Х хромосому мужчина получает всегда от матери, а У хромосому от отца. У женщин кариотип содержит 22 пары аутосом, соматических хромосом и одну пару половых ХХ, где одна Х хромосома от матери, а вторая получена от отца. Записываем это так. Мужчина 44А плюс ХУ или женщина 44А плюс ХХ. Геном или гоплоидный набор или наследственный материал половых клеток выглядит так. Обратите внимание, у мужчин 50% сперматозоидов будут нести такую комбинацию хромосом 22 аутосомы плюс Х и 50% сперматозоидов 22 аутосомы плюс У. У женщин же 100% количество всей яйцеклетки имеет такой набор 22 аутосомы плюс Х. Чтобы понять лучшую систему передачи соматических хромосом, возьмем две колоды карт, где будет 22 карты разных мастей, но попарно одинакового ранга. Например, одна колода содержит валет крестовый, другая валет бубновый, по две разные шестерки, восьмерки, туза и так далее. Этот набор карт составляет кариотип человека, который он получил от своих родителей. Одну колоду он получил от матери, а другую колоду от отца. При созревании половых клеток, как у мужчин, так и у женщин, идет деление этих клеток по механизму, отличающемуся от деления обычных клеток. И каждый сперматозоид, и каждая яйцеклетка получит по одной хромосоме из 22 пар хромосом. По одному валету, королю, тузу, шестерке и так далее. Эти хромосомы карты могут перетасовываться, переходя из одной колоды карт в другую в процессе деления половой клетки. Однако неизменно будущий мальчик всегда будет получать еще Y-хромосомы от отца. Итак, подытожим. Геном, гаплоидный набор данного биологического вида. Генотип, набор генов данного организма. Это в диплоидном наборе. Например, говорят, генотип пациента. А кариотип – это набор хромосом в диплоидном наборе. Используется как для вида, так и для организма. Механизм поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений клеток – это метоз, то есть поколений клеток данного организма. А вот механизм поддержания постоянства у организма в количестве хромосом – это миоз и последующее за ним оплодотворение. Итак, именно об этих механизмах поддержания постоянства кариотипа организма пойдет речь на нашем следующем уроке. Ну а сейчас мы закрепим знания, решив тесты. Итак, на рисунке, который перед нами, изображен хромосомный набор. Обратите внимание, рисунок перед вами – это хромосомный набор. А – здоровой женщины. Б – здорового мужчины. В – это женщины с синдромом Дауна. И Г – это мужчины с синдромом Дауна. Обратите внимание, что перед вами хромосомный набор здорового мужчины. Второй вопрос. Какие утверждения относительно образования кариотипа дочери правильные? Первое. Дочь получает от отца Y хромосому. Второй вариант. Дочь получает от отца 22 аутосомы. Мы выбираем А. Тогда это только правильно первое утверждение. В – оба правильные утверждения. В – только второе правильно. И Г – оба неправильные. Ответ. Правильный ответ В. Так как от отца дочь получает X хромосому. Поэтому, естественно, кроме всего, она еще получит 22 аутосомы. А не Y хромосому. Итак, третий пункт. Во время опыта с одноклеточной водорослью ацетабулярией. Обратите внимание, этот рисунок на экране. У X водорослей удалили верхнюю и среднюю часть, а у водорослей Y – верхнюю и нижнюю части. К нижней части водорослей X пересадили среднюю часть водорослей Y, в результате чего искусственно созданный организм приобрел вид водорослей. X. Укажите правильный вывод из этого эксперимента. Итак, вариант А. Метахондрия отвечает за синтез молекул АТФ в клетке. Вариант Б. Ядро отвечает за сохранение наследственной информации. Вариант В. Хлоропласты осуществляют фотосинтез. И вариант Г. Клеточные мембраны восстанавливаются. Вот именно этот опыт говорит о том, что ядро отвечает и является носителем наследственной информации. Поэтому вариант Б. И так далее. Следующий пункт. Четвертый. Клетка человека с набором хромосом 22 аутосомы плюс Х. Это вариант А. Оплодотворенная яйцеклетка. Б. Соматическая клетка. В. Неоплодотворенная яйцеклетка. Г. Клеткой печени. Правильный ответ, как вы понимаете, это В. Перед нами неоплодотворенная яйцеклетка. Иначе в ней было бы 44 аутосомы. И если половые хромосомы, так это Х, Х или Х, У. Ну, а на сегодня все. До свидания. И не забывайте о тестах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова